Россияне взяли вверх в шести боях из десяти, хотя турнир начался с череды неудач наших спортсменов. В первых трех боях сильнее оказались иностранные самбисты, бойцы из Бразилии, США, Латвии и Нидерландов. Но уже с четвертого поединка удача улыбнулась заслуженный мастер спорта и дважды чемпион мира по рукопашному бою Роман Копылов и буквально вырвал победу своего оппонента за восемь секунд до конца третьего раунда. В рамках соревнований прошло десять поединков, девять в формате матчевой встречи, а в главном бою вечера в личном поединке встретились россиянин Евгений Ерохин и Мануэль Ютон из США. Победу одержал наш самбист. Конечно, хотелось нокаутировать, но попадал, у него ни одного нокаута еще не было. Такой очень крепкий боец, как он правильно. На дисконференции заявил, что у него не было нокаутов, и может быть и не будет. Но оказался он прав, что у него не получилось нокаута. Но я очень, конечно, все равно доволен, что я выиграл. Этот боец для меня очень, победа очень много значила, потому что боец в рейтинге очень хороший, занимает ступень. За российских спортсменов болели первые лица государства и края. Турнир посетили министр спорта России Виталий Мутко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. После окончания поединков они вручили спортсменам заслуженные награды. Вы вели честную борьбу, победили сегодня сильнейшие, но я думаю, что проигравших нет. Спасибо вам большое. Поддержать наших самбистов приехали и медалистки Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике. Кстати, в этом году турнир впервые проходил под патронатом Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Военнослужащие этой структуры также вошли в состав нашей сборной. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.